Чили там, Тунис, а вот что-то немцы, немцы, англичане, уже другие люди, может другое мышление, я помню, Полунин замечательно сказал, говорит, одно и то же представление, играешь в Англии, ноль, не смеются, то же самое к французам привозишь, вроде через всего лишь коле здесь, да, пролив, и хохочут, и понимают, и реагируют. Вот я тебя хочу спросить, как у творца, что это, вот у творца, у художника, у тебя, у тебя, все говорят, карма, аура там, карма, да, она у творцов, она открыта космосу, то есть, или она разрушена, ее нет, и поэтому мы впитываем в свое сознание все и бессознательное. Ну, конечно, Толя, вот мы, если не бояться впитывать бессознательное, конечно, мы впитываем это все, понимаешь, и вот какие-то вещи происходят, ну, вот единое, как, знаешь, говорил Вернадский, поле над землей, да, вот это существует, разум, да, вот теория Вернадского, некий мировой разум, и, скажем, Блок об этом тоже говорил, но по-другому чуть-чуть, понимаешь, потому что все мы считываем, энергоинформационное поле Земли. Вот эти маленькие примеры приведу, вот буквально несколько дней назад. Я взял в книжке, взял в руки книгу Андрея Тарковского «Сопоставление», и я ее как-то, ну, листал когда-то, я дневники Тарковского читал нам, да, о нем, так далее, а вот эту книжку, она такая фундаментальная, больше, так сказать, там, дозволено трудно ее читать. Я почему-то взял в руки и стал ночью вот так читал, 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 и мне потрясающим образом многие вещи, я думаю, вот то, что я сейчас делаю, это вот Тарковский прямо ко мне обратился, понимаешь, как бы, да, через время, через пространство, очень лично я все это почувствовал. Иду утром в электронную почту, и написано, что вот премия имени Андрея и Арсения Тарковских на Украине, кинофестиваль, взяли вот мои фильмы в шорт-лист, и приглашают вот приехать на этот кинофестиваль. Ну, ты можешь не поверить, но я клянусь тебе, днем военно-морских сил, да, что два дня назад на даче, готовившись к тебе, да, у меня там на даче, я люблю ночью по ночам смотреть фильмы, да, спокойно, никто ничего не мешает, и у меня давно там ностальгия крутилась, да, Тарковского, ну, все, думаю, ладно, потом, потом. И вот сейчас думаю, так, надо с Колей будет встречаться, и что-то такое умное говорить, изображать. Дай-ка посмотрю Тарковскую ностальгию. Стал смотреть, да, Тарковского там еще, там еще артисты. Великая роль Тарковского, да. Смотрел и думаю, так, вот скажу, Коля, вот влияние, на вас какие-то влияния оказывает космос, вот мы сейчас с тобой как раз поговорим, да, и вот, пожалуйста, космос, да, именно Тарковского я смотрел, чтобы встретиться с тобой на передаче. Видишь, видишь, все идет, я скажу тебе больше, у меня есть, но это я сейчас эту историю не буду рассказывать, она такая личная достаточно, у меня же есть дома хранится перстень Арсения Тарковского, вот у него были перстни, и, в общем, одна женщина была, дружилась с семьей, и после смерти у него оказалось вот два перстня Арсения Тарковского, и один мы с ней, или я подарил Юрию Шевчуку, он находится у Юрия Шевчука, а второй вот перстень у меня. Вот такая, вот такая, вот такая, понимаешь, нет, здесь, вот смотри, как все, да, и вдруг это премия вот Тарковских, почему-то на Украине, в Киеве, ну, замечательно. Ну, год сейчас у нас, 25-го был день смерти. Да, еще одна дата, вот смотри, вот буквально, вот я, смотри, опять же, Толя, я не думал вот о том, что вот, ну, как-то, знаешь, да, Высоцкий всегда с нами, но одновременно планируя эту передачу, я говорю, Толя, ну, вот, мне очень нравится, как ты замечательно, с таким, знаешь, драйвом, искренне у тебя звучит песня Высоцкого «Кони привередливая». А вот получается, что у нас, ну, несколько дней назад была дата, очередная дата, годовщина скорбная, да, смерти Высоцкого. Ты про театр что-то на Таганке там. Ты знаешь, я, да, и я хочу сказать, что ведь Высоцкий там, ну, он играл до последнего, да, и был в тот день спектакль «Гамлет», как известно, его отменили, но люди билеты не сдали, это тоже замечательная история. И я когда-то однажды, это было в девятом классе, мы поехали в Москву, и вот, ну, все это гремело, Таганка, Таганка, тогда это было, ну, не знаю, как сейчас объяснить современным, может быть, молодым людям, что это, ну, как попасть, я не знаю, куда-нибудь, не знаю, какой-нибудь Карнеги Холл, какой-нибудь Голливудский, на церемонию Оскара, вот я так скажу. Попасть на церемонию Оскара было попасть на Таганку. Вот, и я, наивный школьник, вот я пришел, помню, в девятом классе, они там чем-то занимались, ну, были экскурсии, и вечером я приехал, билетов нет, народ ломится, ждет, так сказать, уже все, все прошли, начался спектакль, и нет-нет билетов, вот. Вот, но одну женщину, почему-то был маленький ребенок, вот не пускали, не пускали, она просила, просила, никак, а уже идет 10 минут, 15-20, спектакль уже идет, ну, все разошлись, и в конце концов она говорит, ну, ее не пустили, а я здесь стою один, и мне этот билет, значит, перепал. А я побежал, а спектакль уже начался, и вдруг вот смотрю там, знаешь, они, видимо, стояли, вот за кулисами разговаривали, и смотрю там вот Высоцкий, Золотухин, вот, может быть, еще Дыховичный был, не помню сейчас, кто из них, но вот они, я прямо, знаешь, я так выбежал, они стояли там, фай, там маленький театрик, вот, как-то они, там же был принцип, что не только со сцены выбегали, а из кулис иногда, значит, там могли на балконе появиться и так далее, и так далее. Я прямо вот, собственно, увидел и Золотухина, и Высоцкого, вот, ну что, если можно, то ли споешь ты нам эту песню. А я как раз в Германии тогда, и помню, мыло окна, и сзади, CDF или RD вещает, телевизор, и что-то слышу, Олимпиада, Москве, что-то умер, кто-то, я говорю, слушай, женя, слушай, наверное, это, кто-то из спортсменов, наверное, сердце, все-то говорят, что сердце, насколько я там плохо понимал немецкий язык, Я говорю, у кого-то из спортсменов сердце не выдержало, и потом, второй раз новости стали, смотрю портрет, вот это был шок, конечно, я никогда не верил, никогда не верил, что боги умирают, понимаешь, что для меня Высоцкий был и есть бог, и да простят все остальные таганковские артисты, тобой названные, но он, вот, он... Ну что? Из другой планеты, он из другой планеты, да посмотрим, любимую мою песню, коня привередливая. Знаете, вот ровно 10 лет назад, когда Владимиру исполнилось бы 50 лет, На ринге впервые была исполнена песня Владимира Высоцкого, которую я вам предлагаю сейчас послушать. Исполнял ее тогда на ринге Анатолий Тукиш, и в исполнении Анатолия Тукиша мы услышим ее сейчас. Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому по краю, Я коней своих на гайки стягаю, погоняю, Что-то воздуху мне мало, Ветер пью, туман глотаю, Чую с кибельным восторгом, пропадаю, Пропадаю чуть помедленнее кони, Чуть помедленнее, Вытугую и слушать плеск. Но что-то кони мне попались Привередливые И дожить не успеть Так хотя бы допеть Я коней напою, я куплет допою И немного еще поставлю на краю. Я сгинуя, у меня пушинка И ураган сметел с ладони, И в санях меня голубом Повлекут по снегу утром. Вы на шаг неторопливы, И перейдите мои кони Хоть немного, Но пропадайте, Путь к последнему приюту, Чуть помедленнее кони, Чуть помедленнее, Вытугую и слушать плеск. Но что-то кони мне попались Привередливые И дожить не успеть Так хотя бы допеть Я коней напою, я куплет допою И немного еще постою на краю. И немного еще постою на краю. Все успели, В гости к Богу не бывает опозданий, Но что-то, что-то в ангелы поют Такими злыми голосами. Может, это колокольчик Весь зашелся от труда, Или я кричу гоня, Чтоб не несли так быстро сани, Чуть помедленнее кони, Чуть помедленнее, Умоляю вас, Вскачь, не лететь, Но что-то кони мне попались Привередливые Коль дожить не успеть Так хотя бы допеть. Я коней напою, я куплет допою, И немного еще постою на краю. Я коней напою, я куплет допою, И немного еще постою, постою, постою на краю. Я коней напою, я куплет допою, И немного еще постою на краю. Толя, ну смотри, как мы с тобой, да, Джон Леннон и Высоцкий, да, Вот я только посмотрел Джон Леннон и Высоцкий здесь же. Ну вот, это вот те самые вешки, Вешки эпохи, да? Да, конечно. Которые, собственно, Раскачивают, наверное, планету, И все мы, ну не второго плана, Ну второго плана, Мы все такие подвержены вот этому всему, Ихнему трепету, их души. Еще один, кстати, актер, Я бы тоже вот здесь назвал его второго плана, Хотя это очень известный все время был актер, И начиная там фильмы «Щит и меч» И другие, другие там «Избранные». Нет, Йозес Будрайтис. А, ну-ка, ну и конечно. Вот я тебя хочу, да, вот уже мы немножечко сейчас перейдем, Да, если можно, к следующему фрагменту, И здесь Йозес Будрайтис, Я с ним всегда мечтал познакомиться, Там фильм «Подранки», Все мне нравилось, замечательно, Он тонкий, изысканный такой актер, Как бы второго плана, Но он и впереди был, играл главные роли. И вот я с ним познакомился не так давно, И возникла идея сделать фильм и о нем, И как бы одновременно он здесь играл как актер, да, Но он как играл? Вот у него содержательное лицо. Великий итальянский актер, режиссер Антониони, Его искал, чтобы дать ему главную роль, Но не сложилось, не сложилось, Ему не сообщили, не дали и так далее, и так далее. Вот его лицо привлекло Антониони, Просто где-то увидел его лицо. И меня привлекла вот его, знаешь, такая и фигура, и лицо. И вот фильм и одновременно о Будрайтисе, И о некоем персонаже, как бы воспоминания о жизни, да, Человека, который вот гуляет здесь. Это фильм «Берега», тоже, кстати, был в Румынии, И тоже был отмечен призом. Давайте быстрее посмотрим. Да. Продолжение следует...